Я поднялся наверх, на центроплан Крыла. Хожу по центроплану Крыла. Несколько волейбольных площадок, несколько кортов теннисных. И ты знаешь толщины вот этих, как говорится, панелей и так далее. Думаешь, как это чудище может полететь. На вылет мы рвались, мы просили, мы там чуть и не заклакали, мы умоляли руководство вернуть нас на два дня домой. Ну, если есть время, подхожу, я всегда хлопаю по борту. Здравствуй, Бричка, я рад тебя видеть. Музыка Знаете, после Руслана, после Руслана, когда еще эйфория Руслановская не прошла, где-то в середине 80-х годов значит, вроде как документация по Руслану выпущена, и вопрос повис, а что дальше? И в этот момент появляется проект МРИИ. Это где-то был 84-85 год. Мы еще были при поднятом настроении, состоянии в эйфории от Руслана своего, от того величия самолета и в том числе, как говорится, что мы с этим справились. Мы восприняли это с энтузиазмом и как бы естественно, что мы и только мы можем с этим справиться. Я себе уявляю, что там было у вас заседание в КБ. И вот вам принесли и говорят, вот техническое задание, нам треба лета, каких поднимет 250 тонн? Немножко не так. Общий вид самолета, облик самолета, требования к самолету выполняются в определенном подразделении. И мы туда не были допущены, в частности я. Мы узнавали потаенными каналами, на каком этапе идет эта разработка. Значит, у меня товарищ Шматко Лех Яковлевич, мой сокурсник, он был приближен к этому кругу, и мы через него узнавали и, будем так говорить, с нетерпением ожидали, когда же нам в КБ принесут задание, дадут задание на проектирование уже нашей системы. Мы мриялы об этой работе, не зная, что самолет будет называться самрией. Когда ты смотришь даже на этом кульмане, на это, на столе этот чертеж этого самолета и думаешь, так как такая громадина может летать? Ведь законы физики никто же не отменяет, а тут как бы выходит за рамки мыслимого и немыслимого. Ну в этом же проявилась гениальность Олега Константиновича и его преемника Балабуева. Балабуев, он, как говорится, подхватил это все хозяйство и вынес на своих плечах груз и ответственности в том числе. Вы представляете, какие миллионы, миллиарды государственных средств туда были вложены? Я работал в бригаде системы штурвального управления. Это пульт ручного, ножного управления. Все механизмы для передачи движения и сигналов на рулевые поверхности, на роль высоты, на роль направления, на элероны. Механическая часть этой системы все делалось в нашей бригаде. Ну, в частности, у меня там по пульту ножного управления документация выпускалась, в том числе, мною. Запомнился мне агрегат, достаточно сложный, серьезный, под названием регулятор натяжения тросов. Вот представьте себе, фюзеляж огромный, длинный, дюралевый, а троса стальные, жара 50 градусов и мороз минус 50 градусов. В жару все расширяется, в мороз все сжимается, но коэффициенты линейного расширения дюраля и стали разной. Поэтому в жару трос может провиснуть, а в холод он может натянуться. И управлять таким самолетом, у которого меняется натяжение основного элемента, с помощью которого управляют. Вот самолет стоит в Ташкенте, да, на жаре, 50 градусов, поднимается на высоту 10 тысяч, там минус 50. То есть я не говорю там про лето и про зиму, в течение буквально одного-полутора часов происходит вот это изменение в натяжении тросов. Поэтому нужно, чтобы можно было управлять таким самолетом, нужно было поддерживать натяжение в тросовой системе управления постоянным. Поэтому создавался специально этот механизм, который регулировал вот это натяжение. Пришлось там очень много, как говорится, нервов потратить. Значит, здесь вот, видите, вот это вот оттяжение. Отверстия, вот отверстия, отверстия, отверстия идут. Там проходит троса управления. Из кабины пилотов, после всех тех механизмов в кабине пилотов, штурвальная колонка или пульт ножного управления, проходят там разные сектора, качалки, датчики и так далее. Троса проходят сквозь эти отверстия, специально натянутые, идут хвост. Значит, в районе центроплана крыла по обеим сторонам троса уходят на управление элеронами. Вот. Это основной канал управления, вернее, как, это канал управления, механический канал управления. А существует еще электрический канал управления. Он считается основным. То есть, в кабине летчик двигает рычагами управления, специальные датчики вырабатывают сигналы, электрическим путем они доходят до рулевых поверхностей. С помощью специальных, как говорится, там, агрегатов, они преобразовываются, как говорится, в движение бустеров. И бустера управляют уже рулевыми поверхностями. А трос в этом случае служит как бы вспомогательным, резервным. Если что-то происходит с электрикой, тогда уже трос это движение передает непосредственно на золотники силовых агрегатов, которые управляют рулевыми поверхностями. Да. И мало того, мало того, те механизмы помогают летчику таскать, вот на расстоянии там чуть ли не 60 метров, троса, облегчают ему движение. А когда электрика по какой-то причине, допустим, выходит из строя, у летчика уже нагрузка будет, ну, более серьезная. Естественно, точность пилотирования здесь может быть, ну, не такая. Но самолет управляемый, самолет, завершив полетное задание, благополучно приземлится, благодаря тому, что система резервирована. Четыре канала электрических и один канал резервный, механический. Вот такая система резервирования безопасности реализована в этом самолете. Это все гений Олега Константиновича Антонова. На тот момент, когда проектировалась, создавалась идеология, формировалась этого, такой идеологии не было реализовано ни на каком самолете. У Мрии был хороший предшественник, а именно Руслан. Часть агрегатов были взяты с Руслана, а именно отъемные части крыла, Центроплан был сделан новый, носовая часть фюзеляжа тоже была взята из Руслана. Абсолютно все системы самолета в основном с незначительными изменениями были использованы. Это, как я уже говорил, система штурвального управления, система управления механизацией крыла, электронная система дистанционного управления, система улучшения устойчивости самолета, система изменения коэффициента с шарнирного момента, система тренирования и балансировки. Это я выпаливаю автоматом, потому что либо я принимал участие, либо люди, которые рядом со мной работали, занимались этими проблемами. Система жизнеобеспечения самолета, топливная система в основном была использована, и пилотажно-навигационный комплекс. Это было использовано с Руслана с незначительными переделками. Хвостовое оперение новое было сделано, центральная часть фюзеляжа, там, где центроплан, как говорится, крыла лежал, новое было сделано. Частично использовался опыт по шоссейным делам, а также тот опыт, который мы приобрели на Руслане, тот, как говорится, накат человеческий, конструкторский, тот энтузиазм, который у нас перешел с Руслана на Мрию, без раскачки мы смогли справиться с этим делом. А также стоит, естественно, упомянуть наше производство, которое отработало технологические процессы на при изготовлении Русланов, та кооперация, которая была на тот момент налажена, а там участвовали сотни предприятий в этой кооперации. Оскільки это была такая программа загальнодержавная по Бурану, то завдания вам ставили из Москвы. Все как-то прискоривали вас, или вы не чувствовали этого надискория? Ну, во-первых, значит, вы преувеличиваете мою значимость в то время. То было 35 лет назад. Я тогда не был еще ведущим конструктором. Конечно же, существует всякое проектирование, возможно, только при организации этого проектирования. То есть директивные сквозные графики, рабочие графики, там определялись сроки и так далее. Там все было достаточно жестко. Я помню, в какой-то месяц у меня было при процессе рабочего проектирования 70 часов сверхурочных работ. Это значит, мы помимо вот этих 8 часов еще каждый день по 4-5 часов работали. Мы уходили с работы в 9-10 часов. Субботы и воскресенья были рабочие. А если я вам скажу, какую премию мы за это получали, 20-40 рублей. А были какие-то такие, ну, складные моменты, те, что от речи не могли подоладить, не могли найти выход из ситуации в процессе створения? Ну, по словам моих друзей, каркасников и прочнистов, значит, это кажется, что вот самолет там гладенький, и все нормально. Вы понимаете? При таких масштабах самолета возникали такие технологические проблемы, значит, чтобы самолет полетел в воздух, он должен быть оптимизирован во всех отношениях. И в плане научном, то есть аэродинамика, прочность, конструкция, все должно быть оптимизировано. Иначе он будет либо перетележелен, чтобы обеспечить прочность, либо слабеньким где-то может лопнуть. И вот нужно было создать монолитные панели, которые до тех пор даже на Руслане не были сделаны. То есть на Руслане там свои были размеры, параметры, а на Мрию надо было больше для центроплана. И чтобы создать такие слитки на специальных предприятиях, которые, кстати, создавались, чуть ли не создавались под это дело, нужно было там длиной 24 метра, толщиной такой, шириной такой, сделать эти панели, потом, чтобы они прошли термообработку. И при этом, чтобы их не повело, несколько лет, там миллионы рублей, как говорится, были вложены туда, чтобы научиться это делать. И люди учились. Затем нужно было сделать эту панель на специальных станках таким образом обработать. Там, ну, как вам сказать, есть такое понятие двойная кривизна. Вот, потом были там свои сложности. Я даже не смогу, я не специалист в этом вопросе, но я знаю, что там столько было копий поломано, такая наука была поднята. И так люди вышли на такой уровень, что сейчас они же гордятся перед своими внуками, что они это сделали. Когда самолет был собран и меня вызвали в цех по каким-то проблемам, ну, когда снизу на него смотришь, ну, громадина, не можешь оценить всего этого хозяйства, я поднялся наверх, на центроплан крыла, хожу по центроплану крыла, несколько волейбольных площадок, несколько кортов теннисных, люди там внизу копошатся. И ты знаешь толщины вот этих, как говорится, панелей и так далее. Думаешь, как это чудо, чудище может полететь. То есть, какой-то был шок, понимаете? Одно дело, на чертеже смотреть, а другое дело, как говорится, непосредственно с ним общаться вживую с этим самолетом. Я, к сожалению, на первом вылете не был. Мы были в Сеще. Три года провел на Сеще, воинской части Брянской области, в лесах, куда поступал Руслан для войсковых испытаний. И в конечном итоге Руслан, как военно-транспортный самолет, был принят на вооружение в Советском Союзе благодаря в том числе и нашей работе, нашей команде. Мы выполняли там задание настолько ответственное, что вырваться оттуда на вылет. Мы рвались, мы просили, мы там чуть ли не плакали, мы умоляли руководство вернуть нас на два дня домой. Нет, вы должны там быть. 87, 88, 89 год я провел... Но вы знали про то, что мое отбитись в первом поле? Да мы дышали этим. У нас была так называемая ЗАСовская связь. Это защищенная от прослушивания связь. Мы все собрались у телевизора, уже узнали по телефону, что все нормально, а по телевидению мы, естественно, со всей страной программу «Время» смотрели и там это было... Естественно, к этому моменту мы подготовились, как принято, традиционно. Сами понимаете, как. Появилась традиция на самолётостроительных фирмах все какие-то грандиозные большие самолёты давать имя собственное. Если оглянуться, это так делали и американцы, так делали и мы. Значит, самолёт Си-130 получил название «Геркулес». Он... Ан-12, это примерно прототип, Си-130 почему-то не дали никакого собственного имени, а вот самолёт Ан-22, который родился позже «Геркулеса», Олег Константинович ему дал название «Ан-Т». Вот уже тогда пошла традиция самолёта Ан-22. После этого родился самолёт американцев Си-5А. Это, ну, будем говорить, аналог или прототип Ан-124 Руслана. Они его назвали «Гэлакси», что в переводе обозначает «Вселенная». Когда родился самолёт Ан-124, Олег Константинович назвал, ну, имя дал Руслан. Уже Олег Константинович он скончался в 1984 году, МРИЯ уже строилась при Петре Васильевиче. Долго самолёт уже стоял в цеху, его должны были выкатывать, а это являлось тайной под семью завесами, а какое же имя собственное даст генеральный конструктор. И вечером, ночью вот самолёт нужно выкатывать с цеха, и генеральный сказал, имя собственное дадим МРИЯ. Но это именно решение Петра Васильевича. Я думаю, благозвучное украинское слово, мечта. И Пётр Васильевич есть кадры, где он, представляя этот самолёт, сказал, почему он именно такой имя. ПОДПИСМЕНТОР 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это все поражало. Практически на самолете все было новое. Был новый планер с новыми аэродинамическими характеристиками. Были новые двигатели. Большой степени двухконтурности D-18. Было новое оборудование. Самолет все имел новое. Он поражал по тем временам. Поражал своими передовыми технологиями и всему что. Мы уже имели 6 лет опыт полетов на Руслане. Привыкли к этому размеру. Да, Мрия больше немножко. Но в принципе, той остроты ощущений у меня почему-то в памяти не осталось, как от Руслана. Наверное, человек способен привыкать ко всему. В 88-й год, если вы помните, но вы все молодые люди, это уже перестройка была, где предприятие режимное. Во-первых, это предприятие, это был почтовый ящик. По тем временам с открытым названием Киевский механический завод. В 82-м году было намного сложнее и ответственнее, или секретность была намного выше. Но, несмотря на все эти секретные меры, практически все, кто живет в районе Святошино и живет на Туполево, это все сотрудники нашего предприятия. Естественно, все знали о дате вылета первого. Естественно, всем, кто на предприятии, на режимном, разрешили прийти, присутствовать на аэродроме. А кто не мог попасть, все балконы ближлежащих домов на Туполево были облеплены и все наблюдали за первым вылетом. 21 грудня 88-го року. Какие люди добры виспались? Что в доме оказали? Левали какие-то непустые? Ну нет, ну конечно же, близкие все переживают, там родные, близкие, жена, дети, гордятся о том, что всем, конечно же, на предприятие они прийти не могли. И шли к знакомым на Туполево с балкона, смотрели, переживали все. Я не помню, мы были молоды, ну, относительно молоды. Мы верили в то, что, вы понимаете, что прошли те времена, которые были на заре авиации, когда делали самолет, и было непонятно, полетит он или не полетит, или как он полетит, хорошо или плохо. Все конструкторские расчеты, все продувки в аэродинамических трупах, все уже, это, или как вам сказать, уровень проектирования такой, что сомнений, что самолет не полетит, просто нет уже, вы понимаете, да? Ну, современное самолетостроение. Просто остается вопрос, когда самолет полетит, и мы будем выполнять программу испытаний, как все характеристики, которые были заложены конструкторами в расчетах, подтвердятся в реальных полетах? Ведь программа испытаний нацелена на то, чтобы подтвердить все характеристики, заложенные при проектировании. И, выполнив программу испытаний, мы делаем заключение, соответствует ли самолет заданным тактико-техническим характеристикам, которые были заложены на самолет. С какими результатами после первого полета Ан-225 пролетит сюда в Востоке? Результаты были хорошие, практически у меня в памяти не осталось, чтобы мы столкнулись с проблемами. Практически полностью, вот в отличие от Руслана, мне вспоминается, где мы на Руслане не смогли выполнять профиль пелого полета, когда делали 24 декабря 1982 года, но погода не позволила сделать, поэтому задание было в воздухе, принято решение сокращено до минимума, заключалась роль попробовать самолет на режиме захода на посадку, подобрать режим двигателя, определиться всем, и, в общем-то, оно было сокращено до этого, и была выполнена посадка. Но мы там столкнулись с огромной проблемой, на Руслане тогда. Оказалось, мы попали в шиме стоек основных шасси, которое самолет сильно потрусило на посадке. Вот там была проблема. Но я же говорю, Ан-124, мы потом уже 6 лет летали, мы довели, и все вылизали то, что нужно, и это было при постройке самолета МРИ учтено, потому что практически самолет аналог. Поэтому у меня в памяти не осталось такого, что задание было полностью выполнено, все, что мы хотели, мы были удовлетворены этими характеристиками, и вопросов у нас не возникало. Субтитры создавал DimaTorzok Александр Васильевич, вот мы все видели, как легко вы взмылись, поднялись в небо. А как там себя вел новичок? Вы знаете, на удивление прекрасно. Ни одного замечания нет. Даже вот доложить, так сказать, собственно, нечего. О тех замечаниях, которые мы должны, мы готовы были, так сказать, ну, выявить. Конструкторам пятерка крепкая? Это с плюсом, с большим плюсом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Извините, какая ситуация? Значит, готовились бумаги на серьезные премии и на награды, в большом объеме, в общем-то, по Руслану. Готовились они в 1990 году. И пока эти бумаги проходили, это дела, Союз приказал долго жить. Поэтому это все, абсолютно все осталось нереализованным, где-то лежит в архивах. Премии, вы понимаете, как? Тогда было несколько иное отношение к этому делу. Премией было уже то, что ты работаешь на эту программу, что ты работаешь на этой фирме. Зрештою проект Буран довелось закритий в 1991 году и в 1994 году мрию поставили на прикол. Что вы чувствовали тогда? Время 1994 год, 92, 3, 94 год. Вы знаете, какая зарплата была у меня? Я уже был ведущим конструктором. 6,5 бутылок водки. Ну, чтобы вы поняли, как мы жили, в каком состоянии была страна. И Мрия тогда позволила своим существованием, своими двигателями, которые были на ней, комплектующими изделиями по многим системам, она позволила нам пережить то время, когда, допустим, на Руслане что-то выходило из строя, нужно было что-то везти, а купить не было за что и негде. С Мрии снималась, ставилась на Руслан, и Руслан зарабатывал деньги. Мы получали зарплату, в том числе и 2 килограмма сырокопченой колбасы. Зарплата некоторых работников, ну, средняя, составляла 2 килограмма сырокопченой колбасы в месяц. В месяц мы через это прошли. И Мрия, она не просто стояла, она помогла всем нам. А если, как говорится, копнуть немножечко глубже, на борту Мрии состоялось известное подписание бумаги с Горбачевым и Рыжковым, прежними руководителями Советского Союза, которые позволяли нашему предприятию заниматься коммерческой деятельностью. У нас было тогда вроде 2 самолета, и мы ничего не просили. Мы просили только разрешения использовать их для того, чтобы самим себя кормить. И такое разрешение было принято. И оно состоялось именно на борту Мрии. Вот здесь очень хорошая эта фотография, где записаны наших два генеральных конструктора, Олег Константинович Антонов и Петр Васильевич Балавуев. А можете сказать, как они, ну, вы працювали с ними оба, как отличались они в работе? — Олег Константинович — человек высокоинтеллигентнейший, мягкий, но при жесткости. Но интеллигентнейший в общении он, я его оценю, как он творческая личность такая. Петр Васильевич — это уже вот такой жесткий современный руководитель, который больше менеджер, мне кажется, вот, который мог организовать все. И он многие годы у Олега Константиновича был замом, на котором лежали все самые такие сложные ответственные вопросы организации. Олег Константинович был мягок, интеллигентен, творческая личность. — В 1994-м роте ли так поставили на прикол, вы верили, что он все-таки в друга еще поднимется? — Да, я верил. — Звідки была такая вправденность? — А потому что у нас неплохо шли дела, у нас был выдающийся генеральный конструктор Петр Васильевич Балавуев. Величайший руководитель, величайший. — Верил и в нем. — Я верил в него, бесконечно. И считаю, что это, ну, приемник Олега Константиновича, но это конструктор, который не позволил фирме в сложные 90-е годы погибнуть. Только благодаря его прозорливости и его настойчивости в конце 90-х годов, когда он пробил разрешение еще в Советском Союзе создать авиакомпанию на базе Руслана, это были трудности огромные, я принимал в этом участие. Это была бюрокритическая оппозиция страшная со стороны Министерства обороны Советского Союза, Министерства гражданской авиации. Все говорили, это не ваше дело, вы этим не должны заниматься. Только благодаря его настойчивости. Есть уникальный момент, что решение это он сумел добиться, когда Михаил Сергеевич Горбачев приезжал в Киев, и посещая нашу фирму, Петр Васильевич сумел это доказать. К 2000 году компания уже достаточно хорошо работала, уже появились средства, и Петр Васильевич Балабуев, в то время генеральный конструктор, принял решение восстанавливать МРИЮ. Еще для чего принял решение? Мы за это время, к 2000 году, накопили большой опыт по перевозке на Русланах сверхтяжелых грузов и тяжелых грузов. И оказалось, что на коммерческом рынке грузовых перевозок есть грузы, которые не по плечу Руслана. Руслан, максимальная загрузка 150 тонн. Возможности МРИ это 250 тонн, внутри фюзеляжа и снаружи. И Петр Васильевич принял, думаю, считаю, мудрое решение самолет вложить деньги, восстановить, провести программу испытаний и его сертифицировать как грузовой самолет. Такая программа была выполнена в 2000-2001 году. И в завершение программы мы увенчали серией мировых рекордов. 142 рекорда, когда подняли 5 танков Т-72, здесь гастомили на высоту 10 570 метров, установил 140 рекордов. До этого рекорд принадлежал Руслану, 170 тонн. Я тоже принимал участие в том полете, это было 86-й год. И вот в 2001 году. Самое удивительное, что это была дата 11 сентября. И мы когда 11 сентября после полета радостных прилетели и зашли, и узнали, что в Нью-Йорке произошла атака на два высотных здания. Закончивая эти испытания, мы получили сертификат летной гонности, и наши коммерсанты начали искать работу для МРИ. Приказ был издан летом 2000 года. Где-то в августе месяце комиссия начала работать. И получается с августа и 7 мая самолет взлетел. Получается, чуть больше, чем за полгода, была проделана огромнейшая работа. Исследование техсостояния, принятие решения по, в общем-то, достаточно сложным моментам. комплектование комплектующими, собрать, как говорится, где-то что-то с меру по нитке, как говорится, укомплектовать двигателями. И благодаря тому, что фирма сохранила человеческий потенциал и производственный потенциал, удалось это сделать. И 7 мая самолет второй раз, первый полет или первый полет второй раз. Естественно, ощущение было проделанной огромной работы. Огромнейшей работы всего предприятия. Ну, просто-напросто всего предприятия. Опять-таки, вот как бы вам сказать, вот сейчас, будем так говорить, вот вы воспитываете ребенка, и там пожалели денег на ребенка, там чего-то, понимаете? Это ж вы будете потом сами страдать, что вы пожалели на ребенка тогда что-то. Понимаете? Так Руслан и Мрия, это ж наши дети. Вот смотрите, прошло 30 лет. 30 лет. Тут сколько там, 3 дня назад 30 лет было, да? А ведь нигде в мире ничего подобного, даже на кульманах нет, даже в задумках нет. Этот самолет своим созданием как бы закрыл на десятилетие эту программу, проблему. Туда никто не сможет, не пытается влезть в эту нишу. Вот недавно Мрия, несколько месяцев назад, решила проблему, которую никакой самолет и никакой, никаким другим образом нельзя было решить. Из Чили доставили в Боливию через кордильеры высотой 6 тысяч метров, там на небольшое расстояние, там 400, там с небольшим километров, моногруз, 12 моногрузов весом там 160 тонн. А если учесть еще, что моногруз сам он не может существовать, он провалит пол любой, нужен распределитель. Так только Мрия, только Мрия смогла совершить. Теперь Боливия на десятилетие вперед обеспечена электричеством выше крыши. Фирма Сименс, проектируя свои генераторы, она ориентируется на то изначально, что будет перевезена Мрия ей. Поэтому габариты его под габариты грузовой кабины нашей Мрии. И многие фирмы так делают. Многие фирмы сейчас делают под габариты Руслана, кабины Руслана, под габариты Мрии. Такого широкого спектра использования Мрии, как Руслана, нет. Во-первых, это достаточно дорогое удовольствие для заказчика. И на рынке нет столько грузов специфических, которые востребованы. Во-первых, это дорого, и заказчик 10 раз просчитывает. И только когда не решается логистическая задача по доставке вот такого груза, то тогда заказчик идет на то, что Мрию нужно использовать. Цены на Мрии примерно на 70% выше, 1,5 в 1,7 раза выше, чем на Руслане. Но количество полетов, это в год 20-30 полетов. То есть минимум один полет это за миллион долларов. То есть вообще копилки, ну Мрия дает свои, ну я думаю, 10-15%. Она приносит, оправдывает себя экономически. Поэтому мы, и во-первых, это наша гордость, и во-вторых, прилет Мрии в любую точку мира, это всегда ажиотаж. Самолет остается, значит, самым большим самолетом в мире. И по размерам, и по грузоподъемности. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для этого литика, который вас за спиной, малюет разные сценарии. Какой он будет, на вашу думку, какого бы вам хотелось? Ну, в самых таких радушных снах, что ли, фантазиях, конечно, хотелось бы, чтобы самолет был достроен. Как это сделать? Чем компенсировать? Ну, как можно изготовить, допустим, те агрегаты, которые недостроены? Ну, допустим, хвостовое оперение. Здесь у нас половина хвостового оперения. Есть половина стабилизатора, с одной стороны. И киль есть, а с другой стороны нет. Это мы можем сделать у себя без проблем особых. Вернее, это под силу нам. У нас сохранились кадры конструкторские, сохранились производственные кадры, еще сохранились. По поводу шасси, есть там нюансы. Ориентировались на завод Чужмаш, ракетный завод. Там проблемы. Мы не в состоянии их сами сделать. Делали в Нижнем Новгороде, в Горьком. Думать об этом даже особенно не приходится. То есть, тот человек, который понимает сложность этой проблемы, а я, естественно, понимаю далеко не в полном объеме, мне становится грустно. И оптимизма большого нет. Хотя, конечно же, ну... Ну, отходила такая цифра, чтобы добудоваться или так, потребно 500 миллионов долларов. В разные годы. На протяжении, вот я в службе работаю 18 лет. И за это время, наверное, раз в пять муссировалась проблема его достройки, продажи и так далее. В том числе с россиянами, китайцами там. цифра, она с каждым годом меняется. не только из-за инфляции, условно говоря, там, гривны и так далее, но и того же доллара. И время уходит, и цены всемирные растут. Сумма 500 миллионов, такая сумма никогда не фигурировала, нигде. Там где-то 400 с чем-то фигурировала, такая сумма, по предварительным расчетам. Ну, мне трудно на эту тему говорить. Я не владею всей информацией. Только той, которая через меня проходила, ну, будем так говорить, от 300 до 400. В этом диапазоне, где-то там, может быть, чуть больше 400, сумма фигурировала. Хотелось бы, чтобы следующее поколение конструкторов, которым сейчас по 30-40 лет, а может быть, 25 лет, из этих людей кто-то стал ведущим конструктором, главным конструктором, директором программы, и им удалось достроить этот самолет. И если бы я, находясь в возрасте за 80 там лет, я бы это считал бы и своим большим счастьем. Лежа там у себя на даче, как говорится, на раскладушке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok